Путин и его окружение пытаются оправиться от того унижения, которое они испытали в результате этого Пригожинского похода на Москву. Пытаются оправиться от этого унижения и министр обороны Российской Федерации, его пресс-служба, он выпал в осадок в первые же минуты после того, как Пригожин попытался его выкрать в Ростове, откуда он сбежал. Затем о нем не было несколько суток ни слуху, ни духу, и вот сегодня пресс-служба Министерства обороны скомпилировала видео с главой ведомства, первое после мятежа вагнеровцев. На кадрах, которые мы сейчас с вами видим, они были опубликованы без звука, говорить еще, наверное, не может, не до конца оправился. Министр обороны сначала летит в вертолете, а после появляется в помещении, там у него за спиной присутствует надпись «Командный пункт группировский войск сил Запад». В этом помещении он общается с генералами, опять-таки без звука, наверное, военная тайна. Да, но это же не помешало пресс-службе написать некий текст для того, чтобы озвучить, вложить его, так сказать, в уста самого Шойгу. В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений западной группировки войск, говорится в сообщении пресс-службы. Ну а чем на самом деле он там занимался, большой вопрос, вряд ли что-то проверял, тем более непонятно, где он в это время на самом деле находился. И это очень интересный вопрос. Где он был? Давайте с этого начнем разговор с Романом Цымбалюком. К нам присоединяется известный журналист, очень популярный блогер. Роман, ну посмотрели мы только что это видео звезды Шойгу, который отдает приказы генералам в режиме секретности. Но появилась такая информация, что все это было снято в районе населенного пункта Селишка в Белгородской области, аж 40 километров от границы с Украиной. Как ты думаешь, это видео было возможно снято еще даже и до похода Пригожина на Москву, и просто старая консерва была сегодня использована, а Шойгу продолжает оправляться от полученных моральных травм? Ну, тут самое главное, что видео с министром обороны, который куда-то летит на вертолете, опубликовано исключительно для того, чтобы ответить на вопрос, где Шойгу и где Герасимов. Кстати, это видео не дает ответа на этот вопрос, где Шойгу и где Герасимов. У нас тут в некоторых телеграм-каналах разгонялась такая мысль, что вот, допустим, Путин отправил какое-то мероприятие, а потом отправился на другое мероприятие в другом месте. И, мол, если он проводил совбез безопасности, условно, в 10-15, то как же он мог оказаться в 10-20, соответственно, там, у Поклонной горы? И вывод такой, где он находится, делался исключительно по таймингу обнародования этих новостей на сайте Кремлин.ру. Так вот, хочется сказать всем, что вот, исходя из главной аксиомы, что Путин всегда врет и на российские представители всегда врут, это ничего не значит. Ну, в любом случае, если мы уже говорим о Шойгу, то он на своем месте. Возможно, его Путин поменяет, возможно, нет. Но, как бы там ни было, если это рассматривать вот с точки зрения таких вот разборок внутри элиты, то Путин поставил на своих старые проверенные кадры, а не на выскочек из столовой или из кухни. И это, мне кажется, сейчас очевидно, они все пока рады, потому что фактически сейчас у Путина не будет вот этой вот альтернативы в части центра силы, а именно для этого создавалась эта частная военная группировка «Вагнер». И Шойгу достаточно быстро возьмет контроль за всеми информационными потоками с фронта, и все мы будем делать вид, что слушаем генерала-лейтенанта по вранью товарища Коношенкова. Окей, дальше с Шойгу что-то должно произойти. Ром, как ты считаешь, ну, вроде бы как разгоняли информацию, согласно которой одно из условий, почему остановился Пригожин, это потому что он добился отставки Шойгу. Вообще смену руководства вот того самого ведомства, которое в России Минобороны называют. Не думаю, что мы можем делать такой вывод, и где теперь Пригожин, такая же большая тайна в части того, где и российское военное руководство. Но пока вот еще раз, вот он сегодня там награждал военных, там и Шойгу был, так лицо у него грустное, но в принципе у российских силовиков в принципе грустные лица. Хотя был там один товарищ, который повеселел, я говорю о Золотове, потому что вот он объяснил, что мы готовились к обороне Москвы. И вообще очень здорово, что Росгвардия теперь будет вооружена и танками, и гаубицами. Ну, то есть влияние этой силы, соответственно, в системе российской власти, и их сдержки противовесов, очевидно увеличивается. Поэтому обычно в таких ситуациях Путин делает паузу, а потом увольняет, чтобы никто не подумал, что это было под давлением. Тут вопрос в следующем. Если Пригожин выпадает из публичного пространства, а согласитесь, он стал реже записывать свои аудиодорожки, то эта карта бита, и возможно она сыграет при следующем раскладе. Но пока все, ну, смотрите, Путин празднует, генералы празднуют, мы продолжаем уничтожать российских оккупантов, и вроде бы ничего не произошло. Вот еще буквально немножко, и там будет следующее. Там дадут команду, и тема Пригожина и Вагнера, она просто будет запрещенная для употребления в СМИ. Эти блоки, они считают очень четко, и это вот видно вот прям раз, и тема закрыта. Ром, ну, в продолжение того, что ты сказал, для того, чтобы подчеркнуть, насколько действительно грустные лица у представителей силовых ведомств Российской Федерации, как раз та самая встреча, которую провел, или совещание с силовиками, которое Путин провел, просто посмотрите на эти лица. Диктатор обсудил сложившуюся после мятежа ситуацию, поблагодарил силовиков, непонятно за что, но, как сказано в прессе, значит, в комьюнике, за подавление этого мятежа. Кроме того, на совещании действительно публично впервые появился министр обороны Шойгу, после того, как куда-то очень быстро ретировался и скрылся. Кроме того, там же на совещании были секретарь Совбеза Патрушев, министр внутренних дел Колокольцев, директор ФСБ Бортников, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Золотов, Федеральная служба охраны Кочнев и глава Следственного комитета Бастрыкин. У всех грустные лица. Кислая рожа. Возможно, это связано с тем, что эти уважаемые пока в России мужчины, они просто слишком взрослые, понимаете. Это же вот клуб вот этих вот товарищей 70 плюс, ну или около того. Это, наверное, одна из причин. Рома, по поводу вообще поведения Путина вот последние эти дни, после того, как вроде бы улеглись страсти, никто уже Москву захватывать не будет, и он, возможно, он, а не его двойник, рискнул все-таки вернуться в Москву. Как тебе вот эти все его общения с военными? Вчера очень удивило вот это обращение историческое к народу, судьбоносное, как сказал Песков, и затем выходит и от трех до пяти минут что-то, ну, что-то несвязанное говорит Владимир Путин. Возможно, Песков его троллит и подставляет уже? Начинает его подставлять? Судя по всему, оно там обрезано где-то на середине, и какой-то главный месседж, он просто был вырезан и не реализован. Ну, давайте так, вот условно. Есть мятеж, есть плохой Пригожин, который до этого был хорошим. Еще вчера рассказывали, что Пригожина наверняка финансирует или ГУР, или, соответственно, какие-то товарищи на Западе, Моссад, я не знаю, кто угодно. Сегодня, правда, Путин сказал, что нет-нет, это все осуществляется из государственного бюджета. Но вот этот вот момент, вот бунт, метеош и так далее, обычно за это наказывают. Вот Путин там себя с Петром Первым только маленького роста часто сравнивает. Вот Петр головы рубил тогда. А в данном случае какое-то странное наказание, пусть уходит в Беларусь. Что это за наказание, особенно если учесть, что эти люди из частной военной компании убили 15 российских летчиков, то это очень-очень странно. И, ну, согласитесь, вот когда он говорит, мы все поддавили, но при этом уголовные дела закрываются, и никто не несет ответственности, ну, наверное, российскому гражданину очень-очень странно вот это вот все видеть. И говорит это только о том, что вот Путин просто вот перестал оценивать реальность адекватно. И вот он же действительно всегда врет. Вот он сегодня сказал, что частная военная компания полностью финансируется российским государством. Ранее он на весь мир говорил о том, что нет, нет, ни в коем случае, это все частный бизнес, нас там нет. Ну и так далее, и так далее. Так вот, если россиянам кажется, что он такой хитрый, так вот в конечном итоге все пришло к тому, что теперь их лично отправляют в Украину на смерть, ну, а говорят теперь, не их там нет, а они умерли как герои за Новороссию. Ну, в общем, история-то, как мне кажется, она просто говорит о неадекватности российского президента. И да, Путин, внимание, когда хвалил российских летчиков, забыл сказать, что он им отдал приказ бомбить города, российские города на территории, соответственно, как они называют старой России, ну, или привычной России, или, ну, в общем, какой-то там России, и удары по Воронежу, и по дорогам, и этих видео очень много. И потом кто-то удивляется, что, как вы смеете объявлять российских военных пилотов преступниками? Они не могли, а оказывается, им все равно кого фигачить. Да уж, а кого Путин может слить сейчас? Ну, ему нужно кому-нибудь слить или только награждать? По большому-то счету у них там все устроено, вот любой, любой расклад, он прокатит до следующего бунта. Ну, единственное, что, наверное, в следующий раз все-таки люди, которые рискнут, они или будут идти до конца все-таки, или вообще не будут делать. Но по логике вещей должны снять начальники генерального штаба, ну, для того, чтобы показать, что Путин реагирует. Ну, и самое главное, как бы там ни было, история «за три дня дойдем до Киева», она как-то, ну, слишком затянулась, и даже уже Путин не сильно хочет до Киева, он говорит, а надо ли это, ведь придется проводить полную мобилизацию или еще одну новую волну. Ну, то есть, налицо, что все понимают, что, ну, я так мягко сформулирую, высшее военно-политическое российское руководство совершило ошибку, поступило безумно, начав эту войну. Ну, вот, наверное, кого-то надо будет наказать. Судя по всему, Шойгу пока в этом, в порядке. Но, опять же, это система одного сумасшедшего человека, и это из области, вот, предсказывание нападет, не нападет. Ну, вот, по логике, даже вот полтора года таких тяжелейших испытаний и боевых действий, вот, если ты задашься вопросом любого россиянина, если он будет уверен в том, что его не повесят после его слов, он скажет, ну, конечно, этого делать не надо было. То есть, какой смысл в этом? Ну, одни потери финансовые, имиджевые, там, не знаю, на международном уровне и так далее, и так далее. Вот. Ну, но он же на это пошел, и, соответственно, кадровые изменения возможны. Но я, если честно, не сторонник вот этого подхода, что что-то от этих товарищей изменится. Нет, может быть, мы должны тут послушать террориста Гиркина, извините, у них только, эти публичные лица, только террористы, которые говорят, что Украина была бы категорически против увольнения Герасимова, потому что этот генерал, он ругается матом, пьет водку, ну, и вообще принимает частенько безумные решения, которые приводят к мясным штурмам. Это же, кстати, российский гельштаб догадался до такой вот опции «мясные штурмы», и все почему-то там этому гордятся. Странные, конечно, люди. Ром, слушай, ну есть ведь герой России, которого прямо обделили, никак не наградили, ну, во всяком случае, пока что об этом ничего не сказали. Я сейчас о Кадырове, а ведь именно кадыровцы бесстрашно выехали в направлении Ростова и доблестно застряли в пробке, ну, для того, чтобы с пригожинцами не встретиться. Эта история вообще прекрасна. Вообще, Рамзан Ахматович, он, как и Маргарита Симоньян, взяли паузу, чтобы посмотреть. Маргарита паузу тянула дольше, конечно, но Рамзан Ахматович отдал приказ вот этому одному из подразделений Ахмата, соответственно, выйти с территории Украины и отправиться в Ростовскую область. И тут мы сразу вспоминаем Владимира Путина, который сказал, что ни одно подразделение армии России не было снято с фронта. А при этом кадыровцы хватает, что да, да, мы Ростов защищаем, тут хорошо вообще по-домашнему и уезжать не хочется. Я вот думаю, или это опять же вот это вот проявление того, что Путин всегда врет, а может быть он тут не врет и сказал правду. Он же говорил о российской армии кадыров, но это вот примерно как Пригожин, только вот они Москву не штурмуют, потому что она и так их. Может быть вот тут такая вот такая логика? Возможно. Спасибо. А возможно в том, что они же за градотрядом всегда стоят, поэтому к армии, наверное, тоже не очень много имеют отношения. Они эту армию мучают, расстреливают, в общем-то. Возможно, эту логику он имел в виду. Спасибо, Рома, огромное за этот разговор. Роман Симбалюк, журналист, блогер, присоединялся к нашему эфиру. Роман Симбалюк, журналист.